сведущий на профит приветствую тебя привет друзья там господа рад вас видеть лайки подписки колокольчики и ставим нажимаем нажимаем о 1000 просмотров это хорошо даже с учетом того что ничего не грузит на ю тубе было блочит но все равно по 1000 набираем неплохо что тут вообще что-то последний не там был 500 600 просмотров отвечу сейчас на некоторые вопросы ваши в комментариях пока весь грузится на бусте детальный обзор bitcoin доги твт для подписчиков бусте я вам сейчас сделал обзор по битку в общем суть такая что как и предыдущий паттерн на тесле я показывал и на пусть и и в открытом доступе паттерн но суть том что мы перебиваем четвертый раз это все сейчас просто будет вот и тест минимальный да вот здесь вот опять по 8 но и в принципе я жду а т.х. и как я говорил что в этих циклах не шарчу последних двухсот дневных нет шарчу потому что может от рвать ножку ручку этого стоит не не стоит делать ну в чем сказать сейчас будет 400 дней шорт запрещен ну какие-то можно было а сейчас вам чтобы удобнее было вот так вот можно половить какие-то локальные сделки но опять же опасно в плане того что если какой-то лонг ловить то это то есть это уже на четком пробое почему потому что вот здесь у нас был радио 78 процентов и вставать оленом в лонг я боюсь я боюсь потому что мы торгуем вероятности есть вероятность конечно масштабный слив но после того как мы не пробили вот здесь вот на пятьдесят пять тысяч я не верю честно говоря масштабный слив опять же подписчикам на бусте говорил что вот у нас есть такие длинные диапазоны до 1 диапазон 2 диапазон и никак заканчивают вот слив пошел передышка более сильный слив слив передышка более сильный слив и так далее то здесь у нас не последовало не последовало боль после ну допустим вот слив пошел передышка но опять же слишком высоко вверх централия ну пускай слив передышка более сильный слив должен быть с пробоем то есть вот как минимум вот так вот его не произошло поэтому здесь я там брал шорт здесь его доливал с учетом того что я ждал пробоя все не пробили пришел там в безубыток все дальше я все эмбарго на шорты и шарков все это по ходу уедет на от их а если уж едет то надо набирать альты я показывал печену пустярим на пусть и мы обсудили подписчик просил доги там еще хорошие эти тоже посмотрели давайте посмотрим ваша ппсдт давай посмотрим что у нас там спп творится что там мемкоин удивительно кстати как не сосками ли вот эти все о тут я ожидал зажим да почему потому что раз касание 2 ну блин первичное сопротивление слабовато 1 касание 2 касания 3 касания да как я считал более 8 больно конечно острый угол тут раз два три и вот 4 должен быть был пробой не сделали пробой то есть ушли на тест и назад вернулись зажим значит была где-то ошибка в зажиме сейчас посмотрим если вот так вот первичное сопротивление ну да но и выше 05 ушли причем 05 мы несколько раз были ну да тут скорее всего линия контроля ошибка с линии контроля почему потому что мы должны ее постоянно касаться то есть если здесь касание были тут отбой пробои на нее тест то здесь вот она плохо просматривается не было здесь вообще никакого теста то есть если вот так вот переместим тут тоже ну вот только не уходим здесь тоже никакого пробоя да здесь конечно посложнее ситуация тут все угол такой достаточно острый вот так убрать раз два три ну да какой-то напрашивается формальный там пробой и вот за перелой выйти и на пять нулей 381 опять же можно увидеть lps pattern если мы хотим например торговать на лонг на этот ланга честно вообще не вижу то есть lps как минимум как минимум тут не видно потому что лпс это вот как на боги коине там то есть условно разгон 1 касание 2 касание кажется формируют зажим а зажима тут нету не приходим просто и идем наверх сейчас такого нету здесь нету ps 1 2 3 ну блин частейший зажим конечно если не вот этот контроль и тут легко пролетели тут легко прошли значит они здесь здесь это вот так вот это так может быть то здесь тестировали здесь пробили здесь сверху теста здесь вот это вот он меня беспокоит слишком легко здесь прошли хотя бы тест должен был быть то есть мне Я не уверен в линии контроля здесь, какая по моей методе. Так, гамблируйся, вернулся за прогноз, спасибо. Абсолютно такое же мнение по рынку, один в один, сомневаюсь, возможно, коррекция хотя бы до 62 уже. Я думаю, что, ну, коррекция какая тут может быть, сейчас подумаю на битке. Тут придется выставить какой-нибудь часовичок. Перелой не было. Вообще можно как бы лонг рассмотреть вот за крайний лой, потому что он получается максимально... Его, скорее всего, выбьют. Так, секундочку, его, скорее всего, выбьют. Я вот себе поставлю, просто так для тренировки зрения, вот выбьют ли такой вот лонг, если вот здесь вот брать. Конечно же, на АТХ ставим, потому что лой, лой. Перелой не было, а тут АТХ, 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 АТХ. Поэтому такое, 2.8, интересно, лонг. Зайдет ли? Оставлю себе. Но я думаю, что перебьют тут стоп, поэтому... Стоп в уме. Ты... Ну, в смысле, вообще, я такой, ну, фьючевать не буду. Какие альты набрал СПС? Ну, это, блин, просто я бы сказал, но... Извини меня, тут как бы на бусте... Челики заносят. Я много разбирал альты, вы знаете, в телеге я выкладывал, но прям весь пакет, какой у меня есть, я выложил на бусте, сделал скампортфель. Там 5 тысяч баксов, я на него закинул. Можете смотреть примерно, как, что с ним, с этим портфелем там происходит. Вот. Сразу скажу, ну, какие-то позиции в основном, из основного портфеля они повторяют, даже большинство повторяют. Единственное, тут упор на такие менее... Менее уверенные проекты, но с большим риском, но и с большей доходностью я увеличил непропорционально. То есть, те, которые у меня в основном портфеле максимум 1%, здесь я по 5, по 6, по 7% закинул. Вот. Могу точно сказать, там есть инч. Могу точно сказать, там есть нир. Могу точно сказать, там есть доги. В разных пропорциях, но вот эти вот альты у меня есть. Но на них же, опять же, с них я планирую x2, x3 за весь цикл. Но у меня есть там альты, которые могут x8 сделать. Их, конечно же, меньше в портфеле, намного это маленькая-маленькая-маленькая часть. Некоторые альты вообще набраны там по 0.25%. Так, можно ли смотреть XRP? Да, там накопление жесткое. Его, в принципе, лично я не взял ни в большом, ни в маленьком портфеле. Обычно такие альты я, как xRP, я беру на 0.25%, чтобы просто был в портфеле и не испытывать фома. Потому что очень часто именно xRP и... Ну, короче, в разные циклы есть разные альты, которые удивляют. Например, в свое время эфир тащил весь рынок. Я никогда этого не забуду. Вот здесь вот эфир, сейчас, секундочку. Тащил весь рынок, просто весь рынок стоял. Там минус 1%, минус 2% на дашборде. И только эфириум, вот этот вот рост, тащил весь рынок. Вот 2 бара недельных. Вот эти вот 2. То есть, по сути, весь рынок там был готов падать очень резко. Но только один эфир там 2 недели тащил. Это все дело. Ну, конечно, потом тоже все упало. Причем, ну, очень резко. Все там валилось на 50%. На 56%. Нифига себе. Ну, я помню, там кровь кишки была. На утро просыпался. А я, короче, кинул лимитки. И так удачно кинул. Я что-то там 1850, по-моему, скинул. А он до 1730 дошел. То есть, я на следующее утро встаю. У меня лимитки взяты. Я радостный. То есть, я просто... Ну, по сути, я их продал по рынку в следующий день. То есть, вот на этом отскоке я нехило так заработал. То есть, вот этот вот пин-бар был ночью. И я просыпаюсь с утра. Цена где-то вот здесь. Я просто по рынку продаю. То есть, взял по 1850 или что-то такое. Продал по 2500. Вот это номер. Ну, прям это самые изи-мани были. Ладно, не самые. Были еще легче деньги. Но я просто поставил лимитку по уровню. И я не надеялся. То есть, я думал, ну, что такое может быть? Ну, он уже отрос там сколько? Почти на 80%, да? Ну, куда откину? Подлой кину, да? Вот сюда вот. Что-то вот как-то где-то вот здесь. Я не помню, как-то я по уровню посмотрел. Расчертил. Но, по сути, где сильный уровень? Ну, вот здесь вот два этих стояла. Блок. Я тут лимитную сетку раскидал. А, наверное, 1950, а не 1850. Не 1850. Ну, что-то прям очень хорошо я взял. Даже не все лимитки у меня собрало. И просто на этом же отскоке и закрыл. Так что это вообще просто радость. Полные штаны. Я не знаю, я сырой весь проснул. А, про XRP меня понесло, конечно. Вот. Поэтому в разные моменты там тащат по-разному. Иногда бывает, помню, я не помню, в какой-то момент XRP наоборот утянул весь рынок там по 0,08 он стоил на битме. Но при этом в другой момент он тоже тянул нехило весь рынок. Там как бы весь рынок рост. Там процент на 5 на 10. XRP плюс 20 давал за день. Ну, вот опять же, как бы в цикле. Когда там 20 год это был. Вот. Давай посмотрим, что по XRP. Ну, вообще, я на что надеялся? Опять же, зажим. Раз, кассание 2, кассание 3. Вот здесь должен был быть пробой. Тут мы видим долгое накопление. Никого пробоя не случилось. Ну, 900 дней. Ну, что, я попробую против накопления в 900 дней. Я перебываюсь. У меня есть свое решение. Рано или поздно, конечно же. Я думаю, что... Ну, зажим отработает. Ну, в том плане, раз, кассание 2, кассание. Возможно, 3 касания просто. Ну, вот давайте линия контроля здесь будет. Окей. Это, значит, не считается. Значит, отсюда мы отсчитываем. Раз, касание 2, касание 3, касание. Ну, на 4 будет пробой. Опять же. Когда он там? После 25 будет. Не знаю. У меня берутся сомнения уже. На этот счет. Ну, 900 дней накопления, это, ну... Как бы, вот... Что тут? Ну, одно дело вот тут вот накопление, да, против него еще можно сказать, что-то выдвинуть тезисы. Но, опять же, 200 дней тоже неплох. Но, когда мы блок в 900 дней собираем, не можем пробить. Но, опять же, что такое должно случиться? Ну, что-то, типа, как вот здесь, что ли, был? 17-го... Нет, не 17-го. Когда там эфир-то... Во-во-во-во. Вот здесь вот. Здесь вот этот вот бар. Он на многих биржах. На битме я точно помню, был, по-моему, перелой. На каком-то контракте. У меня тоже лимитки собрались, но я даже их отменил. То есть, я по рынку сразу продал, потому что там такая паника была, что я сам что-то засомневался в XRP. Помню, даже этот блогер-то американский, который все шили... Забыл, как его зовут. Капа Крипто, или как он там? У него тоже он топил все. Шиллером был XRP-шки. И я тоже скидывал. Ну, в общем, там такая паника была, что... Хочешь, не хочешь, в скам поверишь. Ну, конечно, спустя время думаешь, да что, надо было держать и так далее. Но, знаете... Дорога ложка к обеду. Как называется анализ, к которому он лезет в графике? Так, это ответил, ответил, ответил. Что-то уже по монету Harry used DT на Maxi она есть. На Maxi вообще-то любое дерьмо продается. Ну, что, прикольная биржа, блин? Мне кажется, ерунда ли поздно заруинят. Гаррифма нету. Ну, что сказать? Давай сначала посмотрим... Блин, вообще, да, нету ничего. Harry used DT. Блин. Сейчас посмотрим на дневки, но и понедельник, ничего не могу сказать. Сколько мы тут дней? Этот блок. Четыре дня, неплохой блок. Но, опять же, я бы, наверное, если подходил к такому, то чисто фундаментально. Не знаю, что такое себе. Так, это спам у нас. Блокируем. Если есть от-home, оператор тебя переключись. У меня в Питере рук работает. Поначалу две-три недели лажа была. У меня такого нету. Как мэ-мэ все красивые имени... Господи. Набор джентльмена у нас в комментариях. Как мэ-мэ. Ну, во-первых, вот. Стоп-слово. Если человек пишет мэ-мэ, это значит человек профессор. Не меньше. Имеет хомяков. Это два балла уже. Два балла крипто-профессуры. Все загружены. Это три балла. Это все. Это уже хуру. Загружены в крипте в лангах. А мы на хаях в распределении. Распределение это... Какой же балл? Так, первый балл. Имеет хомяков второй балл. Загружены в крипте третий балл. Мы в распределении четвертый балл. Скоро пойдем на 45 скриньте. Это пятый балл. Готовьте стейблы. Ну, так себе. Какой-то зимун. Тузимун, если человек пишет в комментариях, это 6 баллов. Распределение и обещание стука. Тут надо было добавить... Вот пока что набрал 6 баллов из 10. К сожалению, не увидел слово брить. Побрить хомяков. Это был бы восьмой балл. Тузимун был. Ракета я не увидел. Ракета это какой там? Восьмой или девятый уже балл. И десятый балл это про домохозяек. Домохозяйки закупились. Вот. Чтобы набрать 10 баллов. Так. Установи год. Тепи для ютуба. Вот смотри, у меня что-то сейчас начал получше вроде как грузить ютуб бас. Даже видео мое загрузил. Ладно, в общем, спонсор показывает бусте в комментариях. Заходите. Все, подкаст закончен. До новых встреч. Да пребудет с вами прибыль. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok